Приветствую, уважаемые зрители! В этом коротком сюжете хочу рассказать вам об истории легендарного кирпича от компании BMW, а именно о серии мотоциклов K с рядной четверкой, положенной плашмя в раме. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Первопричина создания этих моделей в начале 80-х географически находится на другой стороне земли, а именно в Японии. Стремительный подъем японской мотоиндустрии в 70-е годы застал врасплох многих известных европейских производителей мотоциклов. Появившаяся в 68-м году Honda CB750, а спустя 4 года в 72-м 900-кубовый Z1 от компании Kawasaki доказали всему миру, что японские мотоциклы могут быть быстрыми, резкими, дерзкими и в то же время надежными. Вишенкой на торте была их весьма доступная стоимость. Британцы, длительно почивавшие на лаврах, слишком поздно предложили в ответ свои рядные тройки и впоследствии потерпели крах. Однако BMW был полон решимости сохранить свое место на вершине самых желанных мотоциклов в мире. В то время BMW, Moto Guzzi и Harley Davidson были единственными крупными производителями большегубатурной техники, которые не предлагали двигатели с жидкостным охлаждением и количеством цилиндров более двух. Тягаться с рядными четверками BMW-шные оппозиты, несмотря на постоянное усовершенствование, не могли. Продажи стали скатываться вниз. Немецкие конструкторы пытались форсировать оппозит, но снять с него более 70 лошадиных сил на тот момент получалось только за счет ресурса и надежности, что совершенно не укладывалось в имидж марки. К тому же в Европе стартовала экологическая движуха, под которую, хочешь не хочешь, нужно было подстраиваться. В конце 70-х BMW решила создать новую линейку мотоциклов, потратив на разработку 300 миллионов дойч марок. Из Мюнхена просачивались сведения о совершенно новом супербайке, то ли с четверкой, то ли даже с шестицилиндровым двигателем. Масло в огонь подлил известный швейцарский дизайнер Луиджи Коллани, который в 80-м году обнародовал свой концепт с продольным V6 и эмблемой BMW на бензобаке. Но в действительности все оказалось совершенно иначе. Японские четверки к тому времени уже завоевали мир и баварским специалистам было совершенно ясно, что для успешной конкуренции необходим многоцилиндровый двигатель, но идти по проложенному японцами пути они не желали. Во-первых, они хотели во что бы то ни стало сохранить своеобразие бренда. Во-вторых, стремились придерживаться традиционных достоинств марки. Плавная работа мотора, высокий уровень комфорта, низкий центр тяжести. Работа над новым поколением мотоциклов BMW началась еще в середине 70-х. И за образец инженеры компании взяли не мотоциклетный, а автомобильный двигатель. Интересный факт. Несмотря на богатейшие традиции BMW в разработке автомобильных моторов, на первом муле, так разработчики называют машину-носитель новых агрегатов, стоял двигатель от автомобиля Peugeot. Родные агрегаты просто не подходили по массогабаритным показателям. Первые же тесты дали богатую пищу для размышлений. К концу 70-х уже сложилась ясная концепция. Она даже получила название CDS Compact Drive System и была запатентована. Создатели нового узла остановились на рядном четырехцилиндровом двигателе, но для легкого сочетания с традиционным карданным приводом заднего колеса расположили его продольно. Такая схема широко применялась в первой половине 20 века. FN, Indian, Henderson, Nimbus и имела хорошо известные недостатки. Большая габаритная длина и затрудненное охлаждение задних цилиндров. Первый минус инженеры постарались свести к минимуму, сделав двигатель длинноходным 67 на 70 миллиметров. От второго избавились, применив жидкостное охлаждение. Совершенно неожиданным оказался их следующий шаг. Чтобы снизить центр тяжести, они положили двигатель на бок. История сохранила имя человека, который это придумал. Звали его Йозеф Фритцвенгер. Блок цилиндров был отлит из алюминиевого сплава. На поверхность зеркал цилиндров было нанесено некосилевое покрытие. В головке цилиндров располагались два верхних распредвала и по два клапана на цилиндр. Привод распредвалов цепью в передней части двигателя. Отказавшись от карбюраторов, инженеры применили электронную систему впрыска топлива Bosch Jetronic. Двигатель рабочим объемом 987 сантиметров кубических развивал 90 лошадиных сил при 8000 оборотов в минуту. И при этом отличался отменной тяговитостью. При максимуме крутящего момента 88 ньютон-метров при 6000 оборотов в минуту он выдавал 80 ньютон-метров в диапазоне от 3,5 до 7700 оборотов в минуту. К мотору была пристыкована 5-ступенчатая коробка передач, соединенная с коленвалом через однодисковое сухое сцепление. В общем, конструкция силового агрегата скорее автомобильная, чем мотоциклетная. Интересный факт. Хотя компоновка нового BMW казалась совершенно оригинальной и революционной, на самом деле подобную схему применил английский инженер Уэлл Пейдж для экспериментального мотоцикла Ariel еще в 60-м году. BMW K100, появившийся в 83-м году, разгонялся до максимальных 215 километров в час. С полным баком он весил 239 килограмм, что делало его в то время самым легким литровым мотоциклом с рядной четверкой. Генератор выдавал 460 ватт, чтобы владельцу всегда хватало электричества для доп. оборудования. Забегая вперед, скажу, что мощный генератор оказался особенно полезен через 5 лет, когда на BMW стали ставить АБС, жадную до электричества. Показатели получились достойными, но не сенсационными. Выиграть у японцев нокаутом не получилось. Обыватели больше всего обвиняли новинку в том, что она стремится усидеть на двух стульях, при этом недостаточно хороша ни в роли супербайка, ни как туристический мотоцикл. Новейшим японским аппаратом BMW K100 проигрывал и в мощности, и в скорости. Так дебютировавший в том же 83-м году Kawasaki JPZ 900R при мощности в 115 лошадиных сил разгонялся до 250 километров в час. А в туристическом плане, ну как может претендовать на звание турера Naked Bike? Исправил положение, представленный в конце того же 83-го года BMW K100RS. Мотоцикл, который с полным основанием можно назвать первым спорт-турером. Всего-то и понадобилось поставить полуобтекатель, закрывающий фару и радиатор. При том, что ни двигатель, ни ходовая не изменились, а аппарат немного потяжелел, он оказался быстроходнее базовой модели 220 километров в час против 215. Обтекатель эффективно защищал седока от потока набегающего воздуха, причем даже зеркала конструкторы поставили так, чтобы они прикрывали лежащие на руле руки. Так что, хотя BMW K100RS был на целых 2700 немецких марок дороже базового K100, по продажам он превзошел его почти в три раза. Укрепил позиции баварцев в туристическом секторе, выпущенный в 84-м году турер BMW K100RT, оборудованный увеличенным обтекателем и двумя багажными кофрами. И тут к делу подключился маркетинговый отдел, развернувший мощную пиар-компанию. Предсерийные образцы были отданы прессе на растерзание. Любой журналист, имеющий мотоциклетную категорию в правах, легко мог получить экземпляр на тест. Конструкторы стали публичными персонами и раздавали пресс-конференции направо и налево. В общем, шумиха удалась на славу, мото-журналы только о кирпичах и писали. Те же маркетологи, опираясь на научно обоснованную магию эмблемы с пропеллером, заверили руководство, что как минимум половина оппозитчиков приобретет новый рядник, и оказались правы. Самое интересное, что через некоторое время пошел обратный процесс. Фанаты марки, недовольные технической сложностью нового двигателя, меняли мотоцикл и пересаживались обратно на оппозиты. Через два года, в 1985 году, BMW представила трехцилиндровую модель K75. На самом деле она разрабатывалась параллельно со старшей K100, но конструкторам потребовалось больше времени, чтобы довести ее до ума. Злые языки поговаривали, что младшая серия при схожих показателях была дешевле и BMW просто максимизировала прибыль. Но на деле трехцилиндровый двигатель создать труднее, чем четырехцилиндровый. Так что сторонники теории заговора ошибались. Три цилиндра не сбалансированы изначально так хорошо, как четыре, поэтому конструкторам пришлось вводить в конструкцию балансирный вал. Цилиндропоршневая группа осталась без изменений, а вот головка блока, клапана и распредвалы были новыми. Остальные системы практически полностью были идентичными модели K100. Неизбежные для абсолютной новинки детские болезни оказались не смертельными и в целом новые BMW зарекомендовали себя надежными аппаратами, вполне в традициях баварской марки. Трехцилиндровый K75 даже стал любимцем мотокурьеров, а это говорит о многом. Так что спрос на эти машины рос стабильно. Позиции в туристическом секторе компания укрепила, выпустив в 1986 году модель K100 LT, где LT означало люкс-турер и не зря. В комплектацию машины добавили третий верхний кофр со спинкой для пассажира, обтекатель стал больше эффективнее, защищая водителя, а сражала на повал регулировка высоты ветрового стекла с электроприводом. На K75 впервые были установлены раздельные выключатели поворотников, то есть клавиша на левой ручке и клавиша на правой. Схема, со временем внедренная на все модели и ставшая визитной карточкой BMW, до сих пор имеет столько же сторонников, сколько и противников. Куда интереснее другой факт. Первым серийным мотоциклом, оснащенным ABS, стали именно BMW K-серии. На самом деле на тот момент многие производители активно рыли в этом направлении. BMW начала свои разработки в 70-е годы, причем изначально предпочтение отдавалось механическим системам, которые были проще, а значит дешевле при массовом производстве. Позже было принято решение сосредоточиться на электронных системах. В 1986 году аппарат САБС был показан на Кёльнском мотосалоне, однако до конвейера система добралась только через 18 месяцев. В марте 1988 года журналисты были приглашены в Берлин, где на аэродроме им предложили протестировать и сравнить мотоциклы с АБС и без нее. На размеченной трассе зоны торможений были присыпаны песком, а мотоциклы с обычными тормозами были оснащены боковыми колесиками. Система произвела на журналистов самое благоприятное впечатление и по мотопрессе прокатился вал восторженных статей. Маркетинговый отдел в очередной раз доказал, что ест свой хлеб не зря. Дебютировавший в сентябре 1988 года BMW K1 стал потрясением. Он выглядел как концепт-байк по недосмотру запущенный в серию. До того момента никто не мог обвинить дизайнеров BMW в нездоровом футуризме, но этот аппарат выглядел пришельцем из «Звездных войн». Скроенный из стеклопластика обтекатель, практически полностью закрывавший машину и почти наполовину прятавшее в себе колесо переднее крыло. Коэффициент обтекаемости конструкторам удалось снизить до 0,34, рекордно малая для тех лет величина. Необычный дизайн был акцентирован огромным контрастным логотипом K1. Впрочем, конструкторы основательно поработали над технической начинкой аппарата. Во-первых, двигатель получил четырехклапанные головки цилиндров, впервые для серийных мотоциклов BMW. Облегченные шатуны и коленвал, усовершенствованную систему впрыска Bosch, Matronic. Во-вторых, усложненную конструкцию задней подвески, систему паралевер, значительно снижавшую негативные реакции, свойственные мотоциклам с карданным приводом заднего колеса. В-третьих, колеса одинакового 17-дюймового размера. В-четвертых, но далеко не в последних, тормоза с АБС, впервые в мотоциклетной практике, в стандарте для США и опционно для других рынков. Из нового двигателя конструкторы выжали при том же рабочем объеме 100 лошадиных сил и 100 ньютон метров. Могли бы и больше, но тогда действовало ограничение мощности мотоцикла потолком в 100 лошадиных сил. Машина разгонялась до 240 км в час и делала сотню с места за 3,9 секунды. Хорошие, но уже не рекордные показатели для 1988 года. К тому же стоил К1 дороже даже люкс-турера К100ЛТ. Это и определило его малую популярность. За 5 лет сделали всего 6921 аппарат. Новый двигатель, 17-дюймовые колеса, АБС и задняя подвеска паралевер в 1989 году прописались и на спорт-турере К100РС. К 1992 году конструкторы подготовили 1100 кубовую версию. Рабочий объем был увеличен за счет росточки цилиндра с 67 до 70,5 мм. Правда, мощность из-за действовавшего ограничения осталась прежней 100 лошадиных сил, но крутящий момент возрос до 107 ньютон метров. Этот двигатель ставили в шасси спорт-турера К1100РС и люкс-турера К1100ЛТ. Производство Naked версии к тому времени было прекращено. Третье поколение BMW серии К, дебютировавшее в 1996 году, оказалось не эволюционным развитием, а революцией. Спорт-турер К1200РС получил двигатель рабочим объемом 1171 сантиметр кубический за счет большего 75 мм хода поршня. Компания наконец-то решилась преодолеть стасильный барьер, подняв мощность двигателя до 130 лошадиных сил. Для рынков Германии и Франции выпускалась 98-сильная версия. Через однодисковое сухое сцепление с гидроприводом двигатель соединялся уже с шестиступенчатой коробкой передач. С иголочки новым было и шасси. Рама из литых алюминиевых элементов с трубчатым задним подрамником, передняя подвеска системы телелевер, АБС нового поколения. Да и внешний облик ничем не напоминал былую тяжеловесность летающего кирпича. Вскоре после своего дебюта машина стала одним из бестселлеров компании. Через два года новое шасси и 1200 кубовый двигатель примерил и люкс турер BMW R1200LT. Он также отличался свежим дизайном в модной тогда округленности. Емкость багажных кофров возросла до 120 литров. Правда, мощность двигателя была снижена до 98 лошадиных сил для всех рынков. Зато и пик крутящего момента приходился не на 6700 оборотов в минуту, а на 4700. Поскольку мотор был таким тяговитым, инженеры решили ограничиться 5-ступенчатой коробкой передач. Среди новшеств, примененных на BMW серии K, система впрыска топлива с электронным управлением, АБС, электропривод ветрового стекла и центральной подставки, электронный круиз-контроль, навигационная система. К сезону 2002 года компания произвела легкий рестайл модели K1200RS и дополнила ее вариантом GT с боковыми багажными кофрами в базе и ветровым стеклом, высота которого изменялась электроприводом. А в 2003 году на сцену вышел модернизированный BMW K1200LT с двигателем, увеличенной до 116 лошадиных сил мощности и электроприводом центральной подставки, позволявшим поднимать на нее даже полностью груженный мотоцикл. А еще через год неожиданно для всех баварцы представили мотоцикл серии K совершенно другой концепции, с поперечным четырехцилиндровым двигателем, сильно наклоненным вперед. Это означало конец эпохи летающего кирпича. Последним сошел со сцены в 2010 году BMW K1200LT, уступив место достойному преемнику – шестицилиндровому K1600. Необычная компоновка двигателя K100 не раз привлекала создателей экстраординарных машин. Самая известная из них – P-Raves EcoMobile или более поздний Mono Tracer – творение швейцарского летчика-планериста Арнольда Вагнера. Закрытый сигарообразный аппарат. Его, безо всякого сомнения, можно назвать самым популярным среди нетрадиционных транспортных средств. Построено более ста машин с моторами семейства K разных модификаций. Более свежий пример – Exodus американской компании Supreme Machinery. Вот такая история летающего кирпича от компании BMW. На этом мой рассказ подходит к концу. С вами был канал Кроссмота. Спасибо за внимание и до новых встреч!